По сложившейся традиции ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны собрались в университете. Николай Бомко, гвардии полковник, участник Великой Отечественной войны. 7 июля 1941 года 15-летним подростком ушел на фронт добровольцем. Оттуда отправили на учебу в Первое военное училище в Омске. И уже после поступил в училище по подготовке офицеров для реактивной артиллерии. Я закончил осенью 1943 года. Мне исполнилось 18 лет. Мне было присвоено первичное офицерское звание, и я убыл на фронт командиром огневого взвода реактивных установок, прославленных «Катюш». Освобождал Южную Украину, Крым, Севастополь в 1944 году, затем Западная Украина, Польша. Войну закончил 10 мая 1945 года на южной окраине Праги. В должности командира батареи. Студенты пели песни военных лет. Кристина Калачева, студентка второго курса, исполнила песню «Солдат». Напомнила о тяжелых днях войны. Каждую строчку в стихотворениях студенты рассказали эмоционально, будто прочувствовали вместе с ветеранами всю боль воспоминаний. И также вместе порадовались долгожданной победе. Почему сегодня мы имеем возможность проводить этот праздник? Почему сегодня мы имеем возможность прославлять нашу страну и говорить о нашей великой России? Благодаря вам, благодаря 9 мая 1945 года, благодаря великой победе. Участники Великой Отечественной войны, труженики тылы, которые были детьми во время войны, поблагодарили педагогов и студентов Анапского филиала Московского государственного гуманитарного университета имени Михаила Шолохова за внимание и память. Спасибо вам, что вы несете эту славу России, потому что когда мы забудем, то забудут и наши многие правдники. В памяти погибших во время Великой Отечественной войны зажгли свечи. Извиняющей тишиной во время минуты молчания почтили память павших. Студенты поблагодарили ветеранов и пожелали им крепкого здоровья. Спасибо. Спасибо.